Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Специальный выпуск для Chess.com.ru, посвященный Хэллоуину. Итак, пять самых страшных моментов шахмата. На пятом месте в нашем праздничном хит-параде Бешеные фигуры. Фигуры в шахматах иногда становятся бешеными. Посмотрим на доску. На ней пример из только что завершившегося чемпионата США среди женщин. Меган Ли играет белыми фигурами, Нази Байкидзе – черт. И что мы видим? Мы видим, что у белых абсолютно выигранная позиция. Компьютер оказывает оценку мат в 24 хода. В таких ситуациях лучше действовать шахмат. Ах, шах, и взять. Проверив, что у короля есть хотя бы одно поле отступления. Что же последовало в партии? В партии белые немедленно взяли на Е5. Но это в корне меняет оценку позиции. Ведь король оказывается в патовой сети. Некуда идти черному королю. И у черных была возможность спасти эту партию. Ведь их фигуры, ладья и ферзи, становились бешеными. Бешеность ладьи можно было доказать. Ладья бьет Б2. После король бьет Б2 бешеным становился ферзь. Ферзь бьет С3. И выясняется, что после король бьет С3 на доске пад. Если же король уходит, ферзь продолжает беситься. Ферзь Б2 еще одна жертва, вынуждающая белых побить ферзя и признать неизбежным. Ничья. Итак, помните о бешеных фигурах. На четвертом месте в современных шахматах нельзя не вспомнить про неудачный Примув или Маус Слип. Что это такое? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смотрит и ужасает. Б buy you. Букв 8ов. Букв 9ов. ТАЙ.'" Букв 50ов. Букв 13ов. Букв 10ов. Нет, это будет стилем. Он стилем, мимо?! О, мой, не сделай это! Он сделай это, не сделай это! О, мой! Ой, и камера улетела куда-то у Элизабет. Ну, видимо, она ее туда отправила. О, нет. На третье место в нашем хит-параде мы поставили хэллоуинский гамбит. Мы, конечно, хотели поставить его на самое первое место, но решили быть скромнее, если вы еще не видели. Если в нашем видео дебюту за минуту про этот гамбит, то сейчас самое время исправить это досадное недоразумение. Что же такое хэллоуинский гамбит? Это гамбит там, где вы его совсем не ожидаете. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6. Вроде бы все как обычно, как всегда. Конь С3, конь Ф6. Это же дебют четырех коней, скажете вы. Но не тут-то было. Хэллоуин не дремлет. И кони наступают. Конь бьет Е5. За что? А просто так. За пешку. За центр. За развитие. Второе место нашего хит-парада. И самое время поговорить о зевках. Зевки бывают разные. Можно зевнуть фигуру. Можно отдать ферзя. Но самое страшное это зевнуть мат. И вновь мы прибегаем к правилам. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смотрим, как это больно бывает до самого дня. Ну все, ничья, по-моему, да? В итоге... В итоге... Нет, пока еще что-то происходит. А! Играют. Да, мне показалось, что какой-то был обмен уже какими-то репликами. Ну, видимо, я... Секунду. Мне тоже показалось, что-то... Что-то... Что-то на Ж3 сел. Неужто он сел на Ж3, подожди. Он сел уже... Ой-ой-ой! Я не могу тебе поверить! Вообще! А финики-то были точно не иранскими. Иначе бы он так не сыграл. Не может такое быть. Посмотрите, что... Он зевнул на ровном месте, да? Или нет? Такое чувство, что зевнулся. Но он Е5 же, там, Е5. Фантастика, фантастика. Фантастика. Ну, вы посмотрите. Ну, конечно, он все понял за одну секунду. То есть... Ах, давай, Владимир Федосеев! Ох, да хитрец! Что сказать? Ну, что это такое? Да, только я похвалил, видите? Надо мне, наверное, больше хвалить спортсмена. Соперников, да? Вчера я Шенку похвалил. И вот видите, сегодня он как... Да, в общем, у меня лавры же какого-то журналиста. Практически. Журналисты любят так. Похвалить кого-то, потом раз и все. Я просто в шоке. Ну, представляешь... Ну, Володя... Да, на ровном месте. На ровном месте он... Сам в шоке, видишь? Ты посмотри, он качает головой, он сам не может поверить в случившееся, да? То есть, ну, как бы... Да. Ну, его никто за руку не тянул, ход ладя же три не заставлял делать, да? То есть... Время было достаточно. Да. Да, 25 минут. Да, да. Володя начал как коршун кружить. Ходить вокруг, да. Перепроверяет. Перепроверяет. Точно или да, говорит, все. Да, да. Ну, наконец-то. В партии. Вангхао, Костенюк, белые в этой позиции на доске забрали пешку, и да, пешку надо было забирать, но ни в коем случае не той фигурой, которая сейчас стоит на крае доски. Почему? Увидим через несколько секунд. Ладья f5 или слон f5 приводила к позиции с большим перевесом, но последовал конь f5, и как кинжалом по сердцу черный ферзь врывается в лагерь белых и ставит мат. Ферзь g2 мат. Очень страшная история. Ну и на первом месте нашего праздничного хит-парада находится последняя схватка между добром и злом. Нервы на пределе. Все будет решено здесь и сейчас. Это армагеддон. Ну, ферзь f7, ферзь f7, вот это правильно. С разменом, с разменом, так, все-все-все, все доедаем. Так, короля надо держать, слон c5, слон e5, слон e5. Или пешка аж пошла. Но только быстрее, дружище. Ну не спи же, не спи, аж 5. Аж 5. Так, ладья f7, шикарная позиция. Шикарная позиция, все здорово. Но 9 секунд всего лишь. 9 секунд. Так, аж 5. Так, аж 7. И ферзя ставь. Ферзя ставь быстрее. Да что ж такое ты делаешь-то, а? Забот, пробал, пробал, пробал. Давай, дай, 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 дай. Ой, ой. Так, стоп, стоп, стоп. Ферзь. 4 секунды остается. Шаг. Сюда пошел, ушел. Да, давай, давай, давай. Шакуй, шакуй. Ешь. Так, 2 секунды. 2 секунды. И все, и добавляется время. Друзья мои, знаете, почему сдался немецкий шахматист? О, видимо, с 60 ходов уже сыграли. Начало добавляться время на часах у болгарского гроссмейстера. Вот если бы чуть-чуть, вот еще чуть-чуть, вот он потратил бы время, он просто уронил бы флаг. Почему она на... Не, ну она уже не знает, что делать. Это 3. Бери. Это же просто съела пешку, а я бы 8 ушла. Наш 2 сейчас. 17 секунд. Ну, правда, тут уже вообще неважно позиция. А там тоже 23. Да. Ну, слонный 8, кстати, защищает пешку. Ой, 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 ой. Оля, ходи. 18 секунд. 17. Сравнялись по времени. 15. Оля, ходи. Просто ходи. Да. Как хочешь, ходи уже. Ох. Ну, теперь надо быстро, просто быстро играть. Можно было съесть пешку на А6, побить на А2, побить пешку на А6. Ой, 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 ой. Почему же Оля все время ровняется? Не, она вообще... Фирмб 3. Фирмб 2! Черпись... Ой... Что... Что... У ладяны Е6 стояло. Не важно какая позиция. Уже съедает... Бремувы надо делать, да? Ох! Не, ну что мы увидим? Это ужасно было Это было ужасно Ну что же, мои дорогие Уважаемые любители шахмат Я очень надеюсь Что этот праздничный хэллоуинский хит-парад Будет сниться вам еще долго А мы ждем ваших страшных лайков И комментариев О самых страшных моментах в шахматах Которые вы пережили До скорых встреч Мои дорогие любители шахмат